И снова рубрика Техлаб в гостях. Сегодня мы обсудим, что такое девопс, для чего нужна эта методология. Узнаем обо всем у двух экспертов из разных сфер бизнеса, у Виталия Грицай и Андрея Бабохина. О, а вот и Виталий. Виталий, привет. Привет. Мы сегодня решили провести небольшой ликбез по девопс с твоей помощью. Но для начала расскажи, чем ты занимаешься в компании IT Global? Я сообщеитель и исполнительный директор. Тогда почему тебе интересно направление девопс? Потому что, с одной стороны, это технологически очень сложная и продвинутая вещь, которая находится на стыке между разработкой, администрированием и очень тесно связанной с созданием новых продуктов. Как раз то, что я люблю. Вторая причина заключается в том, что я начал разрабатывать продукты, когда разработчики и администраторы не очень любили друг друга. Не могу сказать, что что-то поменялось с тех пор, но, по крайней мере, появилась роль посередине в виде девопса. И очень порой интересно наблюдать, как компании начинают более эффективно работать за счет правильно внедренных девопс-процессов. Давай все-таки разъясним, что вообще такое девопс. Хорошо, давай. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Девопс. Это обычно объясняют как набор практик, который призван настроить эффективное взаимодействие между командой эксплуатации и командой разработки. А дальше рисуют всем известную восьмерку. Бесконечности. Которая поясняет, визуализирует сам процесс. Начинается он с планирования, где ставится разработчику карточка на реализацию той или иной функциональности. Дальше разработчик начинает кодировать, то есть написание кода происходит. Дальше мы весь этот код собираем, то есть подготавливаем дистрибутив для того, чтобы его можно было запустить на компьютере. Дальше мы тестируем то, что мы собрали. Дальше мы подготавливаем релиз. Та версия продукта, которая готова к продуктивной среде. Дальше мы это все разворачиваем в продуктиве. Передаем на обслуживание. Оперейт. И настраиваем мониторинг. И дальше идет на новый цикл по планированию, по разработке и дальше. То есть для уже 2-го и 3-го релиза это будет идти по восьмерке. Да, все верно. Стало понятнее. Вообще круто звучит, но мог бы ты еще объяснить более простым языком, чтобы даже мои родители в сибирской глуши поняли, о чем мы с тобой разговариваем. Ну, во-первых, надо понимать, что DevOps это не человек. Это процесс. Процесс, который стоит на стыке между эксплуатацией и разработкой. Собственно, он так и появился изначально, потому что командам по разработке необходимо было обеспечить удовлетворение потребностей команде по эксплуатации. Собственно, они включили в свою команду системного администратора, который понимал, с одной стороны, как потребности команды эксплуатации, так и был глубоко погружен в продукт. Правильно я понимаю, что DevOps это как раз-таки сокращение двух слов, да? От development и operations. Да, вот эта часть development, эта часть operations. Здорово, спасибо, мне кажется, стало более понятно. Тогда вопрос возникает, кто такой DevOps-инженер, за какие процессы он отвечает и что он в итоге контролирует? DevOps-инженер в первую очередь это системный администратор, который, как я уже сказал, стоит на стыке между эксплуатацией и разработкой. Для того, чтобы ты понимала, за что он отвечает, давай я тебе нарисую весь процесс целиком и станет понятно. Давай. Начинается все с таска на разработку. То есть задачи на разработку ставятся в любой тикет-системе. Дальше разработчик начинает писать код. То есть кодирует, на выходе этого этапа есть текстовые документы, в которых, собственно, написан код. Но при этом это все еще неисполняемый файл, то есть он непонятен для компьютера. Дальше идет этап анализа. На этом этапе запускаются всевозможные анализаторы автоматизированные, которые проверяют качество написанного кода. После этого мы преобразуем вот эти вот текстовые документы в исполняемый файл. Этот этап называется build. Собственно, после этого этапа у нас есть готовый дистрибутив, который мы можем развернуть где-либо. Но вначале, видимо, нужно это протестировать, да? Правильно я понимаю? Да, сразу после этого мы разворачиваем этот build на staging среде. Staging среда — это среда, которая равна продуктивной среде, на которой выполняется тестирование программного продукта. Собственно, здесь у нас работают тестировщики, как в автоматизированном режиме, так и в ручном режиме. То есть автоматические тесты запускаются, тест-репорт автоматически отдается разработчикам, которые при необходимости фиксят баги. Дальше вступает релиз-менеджер, который дает отмашку на релиз. То есть, собственно, он проверяет, что все баги в этом релизе поправлены, и эта конкретная сборка готова к продуктиву. На этой стадии могут отправить на доработку кода, да? Да, конечно. Вот эта стадия — это финальная отмашка о том, что релиз готов к продуктиву. До этой стадии ищутся баги, фиксятся баги, и ходит продукт по кругу. Собственно, у нас есть готовый релиз, который готов к продуктиву. Следующий шаг — это продуктив. Автоматизированное развертывание на продуктивной среде. Дальше настраиваются все необходимые инструменты для того, чтобы этот продукт эффективно поддерживать. То есть, настраивается логирование, настраивается бэкап, резервное копирование, и настраивается мониторинг. И кто тогда все эти процессы делает? Вот все, что не относится к коду, делает как раз-таки DevOps-инженер. Рецкод — это разработчики, следом уже подключается DevOps. А Operations — DevOps-инженер продумывает все необходимые артефакты для того, чтобы это можно было эффективно поддерживать, и передает на Operations-команду. Собственно, задача DevOps-инженера — автоматизировать все эти этапы для того, чтобы можно было очень быстро готовить новые билды, новые релизы. Спасибо, стало более понятно. И тогда такой вопрос. Любым ли организациям, компаниям нужны DevOps-процессы или только для тех, у кого идет активная разработка новых продуктов? Ну, 15 лет назад мы точно так же выпускали продукты. Соответственно, наличие DevOps-а не жизненно необходимо для выпуска продукта. Но крайне желательно. То есть, выпустить релиз руками — можно, но делать это один-два раза в день очень сложно, потому что мы получаем ошибки, связанные с человеческим фактором, неповторяемость сборок. Ну, то есть, всегда что-то меняется. Поэтому, если у вас большое количество разработчиков или большая частота релизов, то вам необходимы DevOps-процессы. Хорошо. А если работают над разными продуктами несколько разработчиков, то нужен ли DevOps-инженер для каждой из команд внутри? Все зависит от того, насколько большая интенсивность разработки в каждой из команд. Если интенсивность очень высокая, тогда кода получается очень много. Ну, собственно, сама команда генерирует очень большую нагрузку, и, скорее всего, один DevOps-инженер будет полностью утилизирован. Но обычно один DevOps-инженер работает на несколько команд разработки. Но это надо решать, смотря на конкретный проект. Получается, индивидуально, да, в этой ситуации? Да, все верно. Хорошо. Если подумаем обо всем мире, да, и в любой компании часто такое случается, что развитие DevOps-инженера – это очень затратно, требует много ресурсов. Есть ли такая мировая тенденция для передачи этих процессов на аутсорс? На самом деле сейчас рынок DevOps-инженеров очень сильно перегрет. Как я сейчас оцениваю? Он очень задран по цене, и при этом сотрудники довольно низкой квалификации на рынке сейчас есть. Поэтому подобрать квалифицированный персонал по вменяемым деньгам довольно сложно. Поэтому, да, передача на аутсорс – это один из выходов. И да, мне кажется, что это будет развиваться более явно, чем сейчас. А если мы смотрим по ситуации в России, и наверняка есть своя специфика, какой-то русский колорит, что ты об этом скажешь? Вообще в России аутсорс не так сильно развит, как на Западе. На Западе все, что не core business, передается на аутсорс. В России пока не так, но мы постепенно к этому идем. А в чем ты видишь причину? То есть нет доверия такого? Просто недостаточно времени прошло. Мне кажется, мы придем к этому лет через 5-7. Хорошо. А вообще где нужно отучиться, чтобы стать DevOps-инженером? У нас в связи с этим в компании был интересный эксперимент. В конце этого года мы провели за квартал более 300 собеседований на DevOps-инженера. По факту взяли троих, и ни один из них не прошел испытательный срок. При этом мы искали людей совершенно разных по грейду. То есть как от очень дешевых, так и до супердорогих. Джонор и синор, да? Да. Поэтому мой опыт показывает, что на рынке достойных специалистов очень мало. Они, естественно, безусловно, есть, но их очень мало. И затраты на поиск таких звезд превышают всякие допустимые рамки. Поэтому внутри у нас мы приняли такое решение, что будем растить инженеров самостоятельно. И у нас выстроен целый процесс. Сначала мы берем сотрудника на техническую поддержку. Там он узнает все прелести operations. Дальше он переходит в администраторов, в группу системного администрирования. Там он знакомится с системным администрированием очень плотно. Доходит до грейда middle примерно. И после этого, возможно, он будет развиваться как системный администратор или как DevOps-инженер. То есть мы приняли решение у себя выращивать. То есть вначале он узнает всю внутреннюю кухню. И потом уже, скажем, происходит апгрейд до DevOps-инженера. Да, потому что сейчас на рынке большая проблема. Приходят люди, которые знают тузы. То есть они знают инструментарий. Но при этом они не понимают основ администрирования операционной системы. И вот незнание этой базы как раз-таки порождает минус замедленного действия. Потому что эти люди строят архитектуру. Эти люди проектируют решения. И не зная основ, невозможно это эффективно сделать. Если, допустим, представить, что сейчас нас смотрят будущие соискатели, молодые джуниоры, чтобы тогда ты бы посоветовал, может быть, какой секрет, не знаю, методика, чтобы они смогли чему-то обучиться. Или все-таки это все идет на практике. Необходимо изучить основу, базу, прежде чем переходить к инструментарию. Потому что без базы инструментарий бессмысленен. То есть устраивается куда-то на какие-то базовые должности? В общем, получать любыми способами базовые знания. По сети, по администрированию, по устройству дисковых систем. Если говорить о Kubernetes и управлении контейнерами, то у меня возникает ассоциация с контейнерными перевозками из разных стран. А если говорить о DevOps, то что такое управление контейнерами? Если мы говорим про Kubernetes, тогда надо понимать, что Kubernetes — это всего лишь утилита для управления контейнерами. А в свою очередь контейнеры — это один из краеугольных камней, потому что он обеспечивает изоляцию приложения и повторяемость среды, в которой это приложение выполняется. Для чего требуется изоляция? Для чего требуется изоляция? При разработке программного продукта запустить этот программный продукт в нескольких средах. Разработчики запускают в своей девелоперской среде, потом тестировщики запускают это в стейджинг-среде, и потом вы запускаете это в продуктиве в одном или нескольких экземплярах. И все эти среды могут немножко отличаться друг от друга. Если среды отличаются, тогда вы можете получить в связи с этими ошибки. Для того, чтобы избежать такого рода ошибок, как раз-таки придумали контейнеры, которые изолируют ваше приложение и делают среду всегда одной и той же. То есть разработчик, когда разрабатывает, он в девелоперской среде точно такое же приложение получает, как и эксплуатант на продуктиве. То есть правильно ли понимаешь, что это снижает ошибки уже в проде и при релизе? Ну, это упрощает релиз за счет того, что мы пакуем наш продукт в готовый контейнер и вот этой вот единицей отгружаем в эксплуатацию. И это снижает количество ошибок на продуктиве. Кубернетис облегчает жизнь? Если да, то чью? Ну, во-первых, надо понимать, что кубернетис — это не панацея, он не нужен всем. Есть компании, которые внедряют кубернетис абсолютно всем, вне зависимости от того, нужно это им или не нужно. Утилита довольно сложная, требует большой квалификации инженера, который эксплуатирует эту систему. В некоторых случаях это не нужно компании. То есть если у вас нагрузка небольшая, если вам не нужно горизонтальное масштабирование, если у вас приложение в принципе не поддерживает горизонтальное масштабирование, то вам не нужен кубернетис. Если у вас происходят скачки нагрузки на продуктив, и вам необходима эластичность продуктивной среды, то кубернетис сильно помогает за счет того, что он умеет самостоятельно поднимать контейнеры, убирать контейнеры, когда нагрузка либо поднялась, либо спала. То есть кубернетис очень сильно облегчает жизнь, если у вас сотни, тысячи контейнеров. Ну, для каких-то уже крупных, да? Да, это Highload. Что такое аббреватура CICD? Словно CICD расшифровывается как Continuous Integration и Continuous Delivery. Это точно так же набор практик в рамках DevOps процессов, которые призваны обеспечить процесс непрерывной интеграции и непрерывного развертывания. А если простым языком тоже? Это автоматизация трубы по разворачиванию продукта. То есть автоматизация, начиная от кода. Ну, то, что когда мы разговаривали про функции диопса, мы говорили, что там есть этапы билда, тестирования и прочее, разворачивания. И инструмент для того, чтобы все это автоматизировать, как раз таки и является CICD-система. На базе этой системы пишутся так называемые пейплайны, которые автоматизируют весь этот процесс. Чтобы его упростить, ускорить, да? Чтобы его автоматизировать, да. Виталий, спасибо огромное. Было очень познавательно. Надеюсь, нашим зрителям стало немножко понятнее. Не за что. Тебе тоже спасибо. Приходи еще. А теперь мы перемещаемся в офис Девим, где узнаем еще один взгляд на девопс от Андрея Бабойхина. Продолжение следует...